Добрый день, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Прежде чем я приступлю, собственно, к объявленной теме, которую Елена Викторовна сразу сходу стала запугивать немножко, хороший был вопрос насчет использования нейронных сетей. Не было сказано, уточнено, что искусственных. Я думаю, что при лечении и определении тактики каждому пациенту, каждый доктор нейронную сеть, естественно, использует. И я думаю, что этот процесс... Да, я понимаю. Но я думаю, что использование имеющихся нейронных сетей, здравый смысл, он должен присутствовать во всех сферах нашей деятельности, наверное, и не только в лечении пациентов при оказании помощи, но и при оказании контроля. Ну, я постараюсь не нарушать, чтобы регламент очень краткими, крупными мазками рассказать не только об экспертизе качества медицинской помощи, а в принципе о контроле медицинской помощи в системе ОМС. Называется это длинно. Так, контроль объемов, сроков, качества и условий представления медицинской помощи разной, в том числе и онкологической. Где-то с 2010 года, то есть этот процесс, ну, с самого начала практически создания ОМС, то есть с 1993 года прошлого века страховые компании этим занимались, но в каждом регионе были какие-то свои правила игры. Централизация нормативных документов стала происходить где-то с 2010 года. И чем дальше, тем оно все больше централизованнее. Сейчас все определяется в федеральном центре. Это основные документы. Я не стал, естественно, выносить всякие вспомогательные методические рекомендации, распространяемые письмами и так далее. Это закон об ОМС. Это приказ Минздрава правила ОМС. Это типовой договор о взаимодействии страховой компании с медицинским учреждением. И базовый для контроля вот этих всех длинных слов, объемов, сроков и так далее. Это приказ федерального фонда. Он раньше был немножко другой. В этом году его изменили. В него внесли много новаций. Но, по сути, сводится все к трем видам контроля, предусмотренным этим документом. Это медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза и, как самая сложная, как верхушка, так и экспертиза качества медицинской помощи. Но я не буду детально останавливаться на медико-экономическом контроле, потому что, по сути, это автоматизированный процесс проверки правильности выставления счетов на оплату. Она практически везде происходит в автоматическом режиме. То есть база данных счетов поступает. Она проверяется на предмет, то ли страховой компании счет выставлен, правильно ли там полвозраст, адрес и прочие-прочие вещи указаны. Есть ли действительно такие тарифы в генеральном тарифном соглашении, ну, нет ли там иногда более сложные фильтры устанавливаются, ну, скажем, чисто гинекологическую патологию нельзя в счет за это выставить пациенту мужского пола, чтобы такого не было. То есть технический контроль. Случаи оказания помощи, которые прошли мы, то есть принятые к оплате, не просто выставили, а принятые к оплате, дальше идут на следующий этап контроля, который называется медико-экономическая экспертиза. Это установление соответствия фактически оказанной помощи, сроков, объемов, то есть то, чего было сделано, то, что предъявлено к оплате, а фактически сделано, то есть то, что это и факты выполнения этой всей помощи будут подтверждены в первичной медицинской документации. Да, ну, это простой пример, это когда, выходя из супермаркета, вы, человек, сравниваете содержимое своей сумки, там вообще все совпадает или не совпадает. Это проводится, собственно говоря, уже не автоматически, этим занимаются специалисты, эксперты, сейчас о них чуть позже скажу. Есть ее разные виды, целевая, то есть по отдельным случаям предусмотренные поводы для ее проведения, плановая, которая может быть по какой-то теме, либо просто случайным набором, ну, уже по совокупности каких-то случаев. Опять же, страховые компании делают это не просто так, им предписаны необходимые объемы. Для стационара это не менее 8% случаев, предъявленных к оплате, для дневного стационара также 8%, поликлиники – 8%, и для скорой помощи, называется вне медицинской организации, скорая помощь – 3%. Если они выполняют меньше, они за это несут, ну, в общем, тяжелую финансовую ответственность. Там свои есть правила, договоры и так далее. Значит, кто этим занимается? Это штатные сотрудники страховых компаний, они не обязательно клинические специалисты именно в той области медицины, которую они проверяют. Это врач, да, это врач, он должен иметь медицинское образование и стаж работы по врачебной специальности не меньше 5 лет, чтобы человек все-таки понимал, что такое медицинская помощь, медицинская организация медицинской помощи. Ну, и прошел соответствующую подготовку по вопросам экспертной деятельности. То есть, знает правила ОМС, генеральные тарифные соглашения, правила применения тарифов, что чему садить или нет, но все-таки все равно он базовый медик. Задача, ну, я уже сказал, с одной стороны, это установление того, что счет выставлен правильно, туда не попало чего-нибудь лишнего, то, что не было в действительности. Кроме того, он обеспечит организацию проведения экспертиз качества медицинской помощи, то есть проверки уже, собственно, самой медицинской помощи, ну, пока, скажем так, на правильность. Все ли было сделано Лиге Артиз? Целевая медико-экономическая экспертиза, опять же, поводы для нее регламентированы. Обязательно проводятся все случаи повторных обращений по поводу одного заболевания. Для стационара поликлиника это 30 дней, интервал для скорой помощи в сутки. Если поступают жалобы от пациентов на доступность медицинской помощи, то есть там меня не приняли, там с меня попросили деньги, то есть, ну, то есть нарушаются права на бесплатную медицинскую помощь. А вот из таких новинок, ну, в последнее время, вы знаете, да, у нас руководство страны поставит амбициозные задачи перед системой здравоохранения. Система здравоохранения, как может, пытается, ну, как может, пытается их реализовать, в том числе массовыми диспансеризациями и так далее. Ну, вот сейчас внимание обратилось, что вы знаете, на онкологическую помощь, тоже об этом скажу. Значит, в случае несовременной постановки на диспансерное наблюдение пациентов, которые этому подлежат, то есть отслеживаются по счетам, вот впервые появился такой-то диагноз, через сколько дней, через какой период он попал на наблюдение, а также несовременной установленной периодичности осмотров, если таковая имеется. Случаи госпитализации не по профилю, и вот новая тоже медицинская помощь по профилю онкологии с применением противоопухолевой терапии. Вам понятно, что сказано? Какие случаи должны подлежать контролю? Я почему... А, понимаете, в чем дело? Вот в исходном варианте там звучало с применением лекарственной противоопухолевой терапии. В последнем вот варианте документа почему-то лекарственная отпала, и, в общем, страна, в общем, фонды, между страховой компанией, в общем, так обсуждали, что имеется в виду. То есть... А хирургическая, она же тоже противоопухолевое лечение, по сути. Ну, скажем так, пока по умолчанию мы... Ну, пока разъяснений от федералов не поступило, но считаем все-таки, что это лекарственно. То есть все случаи химиотерапии подлежат целевой медико-экономической экспертизе. Что они там проверяют, это другой вопрос. Но целые таблицы специальные созданы, они по формальным критериям что-то оценивают, и если у них возникает подозрение на какие-то недостатки проведения этой самой противоопухолевой лекарственной терапии, они этот случай отбирают на экспертизу качества уже специалисту, эксперту-клиницисту. Это целевая медико-экономическая. Плановая медико-экономическая – это то, что проводится в совокупностях случаев. То есть уже просто случайные выборки делаются, либо по какой-то теме определенные случаи оказания помощи. По совокупностям уже рассчитываются такие вот количественные показатели, как часто нарушаются, по каким пунктам нарушаются, и так далее, и так далее. И последнее вписано – медико-экономический эксперт. Напоминаю, я уточнял, что это не специалист, онколог не специалист, это просто человек, имеющий какое-то врачебное образование и стаж 5 лет. Соответствие медицинской помощи, онкологической, клиническим рекомендациям, порядком оказания, стандартом, в том числе своевременность проведения и лечебных мероприятий. Я настолько глубоко ваши документы не знаю, вот все перечисленные. Везде ли, ну, скажем, в некоторых специальностях, там есть очень четкие градации, где написано – от поступления в течение 20 минут сделать это, 40 минут сделать это. То есть там можно формально так проводить контроль. В ваших специальностях, ну, вот все ли моменты можно так формализовать – не уверен. Но, опять же, не может ни специалист, эксперт качества оценить все нюансы медицинской помощи. Поэтому максимум, что могут, они могут заподозрить какие-то нарушения, вот связанные именно с выполнением медицинских технологий, и отдать это на экспертизу специалисту. Экспертиза качества медицинской помощи – это уже более высокая ступень, это уже оценка, собственно, оказанной помощи. Никаких-то формальных случаев, там, соответствия выставленных счетов, а того, что все, что было сделано, было ли сделано правильно. В том числе оценивать своевременность оказания правильности, правильность выборов медицинских методик, степень достижения запланированного результата, возможно, если выявляются нарушения, какие, возможно ли, реально негативные последствия они могли повести, ну, и так далее, и так далее. Значит, они тоже бывают целевые, плановые, то есть по отдельным случаям и по совокупностям. А здесь появляется еще интересный момент, здесь не дорисовалось, тоже будут и та, и другая варианты мультидисциплинарные. Чуть позже скажу об этом. Тоже имеются свои нормативы объемов для страховых компаний, но они поменьше, чем медико-экономические, потому что процесс более трудоемкий, но, тем не менее, тоже есть. Проводится уже специалистом, экспертом качества медицинской помощи. То есть это не просто врач, это врач-клиницист, да, то есть он специалист той области, которую собирается, ну, или для которой будут привлекать для контроля, то есть у него высшее профессиональное образование, диплом, да, аккредитация либо сертификат специалиста действующий. Да, он должен пройти подготовку по вопросам экспертной деятельности, чтобы методологию экспертизы все-таки представлять, и обязательно включены в территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи. Они ведутся в каждом регионе, ведут их территориальные фонды. В Санкт-Петербурге, слава Богу, не самый плохой реестр, поэтому многие регионы к нам даже весьма отдаленно обращаются к нашим специалистам за помощью проведения экспертизы, но вот это обязательно условия. Если в медицинскую организацию приходит человек, там, какой-то ретей, эксперт качества, я буду у вас заниматься, вы имеете полное право уточнить у организатора, у страховой компании, он включен в реестр или нет. Эксперт, правда, имеет право на анонимность и конфиденциальность, но у него всегда есть персональный ID, то есть номер присвоенный, и всегда можно проверить, посмотреть, обратиться в тот же территориальный фонд с вопросом, включен в реестр человек или не включен. И вот он-то выявляет нарушение приказания медпомощи, то есть нарушение правильности выбора медицинской организации для помощи, степени достижения результата, возникновение рисков каких-то для состояния пациента, оптимальность использования ресурсов и так далее, и так далее. Целевая экспертиза качества тоже проводится по определенным поводам. Это жалобы на доступность и качество, то есть не просто меня там не полечили, взяли деньги, а меня лечили плохо, мне не сделали то, что надо там, ну и так далее, и так далее. Что чем дальше, тем больше в нашей жизни встречается все больше пациентов. Ну, не назову это потребительским экстремизмом, хотя все больше и больше смахивает. Значит, все летальные исходы подлежат экспертизе качества. Первичный выход на инвалиды из трудоспособных и несовершеннолетних, внутрибольничное инфицирование и осложнения должны подвергаться экспертизе качества. С этим, правда, возникают проблемы, потому что страховые компании вот так в автоматическом прижиме эти случаи отбирать не могут. Их не видно в тех базах данных, с которыми они работают. Повторное обращение, вот здесь не очень понятно, а это повод для целевой экспертизы и медико-экономической экспертизы качества, ну, так написано в документе, поэтому на практике обычно проводится медико-экономическая экспертиза, то есть малыми силами, а дальше уже при необходимости, ну, отбирается случай для экспертизы качества. Да, вот отобранной по результатам целевой медико-экономической экспертизе. И, опять же, если в ходе медико-экономической экспертизы выявились, то есть помимо того, что вообще по результатам медико-экономической экспертизы случаи могут отбираться на экспертизу качества, отдельно еще дописали, что и особенно при онкологии. Мультидисциплинарная экспертиза, это экспертиза, которая проводится мультидисциплинарной, извиняюсь за тавтологию, то есть специалистами нескольких специальностей. Как правило, это когда поступают жалобы на оказание помощи в разных учреждениях разными специалистами, либо в одном учреждении, но опять же участвовали, ну это житейская ситуация, поступил пациент на хирургию, там что-то случилось, переведено в реанимацию, потом на кардиологию, ну и так далее, и так далее. То есть экспертам одной специальности обойтись нельзя, потому что не может кардиолог оценивать действия хирурга, ну и наоборот, вы, думаю, что это понимаете. Значит, разные летальные исходы, вот это тоже такая новелла, недавно появившаяся, все летальные исходы, они вообще подлежат целевой экспертизе, но в случае летальных исходов от острого коронарного синдрома, от нарушения мозгового кровообращения, пневмониях, новообразования злокачественных молочной железы, уточнено у женщин, и предстательные железы у мужчин, и при первичном выходе на инвалидность трудоспособных лиц и детей должна проводиться мультидисциплинарная экспертиза, что имеется в виду. Здесь имеется в виду экспертиза, вот не только, вот, собственно, случая помощи, закончившись летальным исходом, нет, все летальные исходы, даже если он пациент скончался в поликлинике, но перед этим он в течение, ну, как минимум года получал помощь в других каких-то учреждениях, вот эти все случаи должны быть подняты и подвергнуты экспертизе, но мультидисциплинарно, потому что зависит от того, кто оказывал помощь, там, где в поликлинике, где в стационаре, терапевты, кардиологи, онкологи, ну, и так далее, и так далее. Но, слава богу, сделали такую пометку, не проводится по случаям, у которых нет данных патологоанатомического исследования. Вот, если было вскрытие, результаты протокола имеются в каких-то документах, да, она может проводиться, а иначе, ну, даже зная, что закончится с летальным исходом каких-то глобальных выводов о правильности и неправильности, по помощи, оказывается, сделать будет достаточно сложно. Плановая экспертиза, как уже говорил, проводится в массивах случаях, да, то есть не по отдельным случаям, а в совокупностях. А в соответствии, ну, всего, чего не попадет, но уже в совокупности рассчитывается частота нарушений, наиболее типичные нарушения, их распространенность, их структура и так далее. А последнее, насчет, ну, не знаю, насколько это относится к консилиуму по поводу химиотерапии, дистанционному и так далее, ну, кроме диспансеризации, онкологической помощи, в последнее время двигают еще телемедицинские консультации консилиумы, национальными медицинскими и исследовательскими центрами, которые проводятся. В общем, если факт такого страховая компания узнает, она должна пойти провести экспертизу качества, но не НИНМИЦ, который дал консультацию, а тех, кто ее получил. Да, то есть пойти туда и посмотреть, что они все правильно записали, и что главное, они это выполняют. Ну, в Петербурге сложно с этим, я не знаю, внутри города единичные случаи таких вот телемедицинских консультаций пока что, и тарифа такого-то у нас нет, но Федеральный фонд прислал разъяснение. То есть мы считали, что у нас, если тарифа нет на оплату, ну, любой труд должен быть оплачен, консультацию, он НИД задает, ему за это какая-то, он должен потом, по идее, выставить счет. Из Федерального фонда вот недавно относительно пришло письмо с такой интересной формулировкой, что нет, независимо от счета, выставил, не выставил, все равно надо идти, и потому что вообще это, это не медицинская помощь, это, извините, вот цитата, это сервисная услуга. Никто не понял, что имелось в виду, но, в общем, суть в том, что при выявлении таких случаев надо идти. Поэтому, опять же, страховые компании, ну, вообще вся система ОМС, она информация уже не экстрасенс, чтобы все предъявить, есть информационные базы, да, и с ОМС, куда вносится счета, вносится туда информация об оказанной помощи в достаточно большом объеме, они туда смотрят, и там вот эти вот вещи, нет тарифа, нет этой информации. А центры свой ведут учет и отсылают в Минздрав, поэтому пока сейчас мы думаем, как бы территориальному фонду, ну, как-то меняется эта информация, чтобы понимать, кто кого проконсультировал, когда и на предмет чего. Ну, вот тематическая мультидисциплинарная дисциплина тоже может быть, да, то есть с привлечением нескольких специалистов, но здесь либо это по поручению территориального фонда или федерального фонда по нозологиям, которые являются основными причинами смертности в регионе или в Российской Федерации. Это случай, когда от, скажем, монодисциплинарной экспертизы невозможно сделать обоснованный вывод о правильности, о качестве оказанной помощи. Ну, и для проверки полноты, вот нарушение была одна, мультидисциплинарная экспертиза, ну, несколько экспертов поработали, выявили нарушения системные особенно, дают современное их исправление, ну, 6 месяцев это как минимум. На самом деле, и побольше, может быть, дальше проверка помогло или нет. Значит, ну, я не знаю, я думаю, что вы все в курсе, так или иначе, даже те, кто занимается чисто клинической деятельностью, с организацией этой помощи, меньше контактируйте. Ну, номера приказов номер 79, я думаю, это вам не так актуально и интересно, но есть приказ, опять же, федеральный и центральный о том, как ведутся информационные базы с системой ОМС. Там не написано, какой программы, как это должно сделать, там написано, что там должно быть и что там может быть. И вот в 2018 году, с мая, ну, с весны, в общем, возникла очень интересная идея. Значит, ну, онкорегистры создавались разные. У нас МИАД в городе вел, где-то свои ведутся, федеральные, ну, я даже не знаю, в каком виде существует ли. А в результате, так если по-простому, в информационные базы ОМС стали требовать заносить информацию по оказанию помощи онкологическим пациентам с подозрением и с установленным диагнозом. Любой, кто оказывает помощь, и там стоит вот МКБ код С, ну, с исключением гематологии и так далее, не суть. Дальше начинает целая эпопея с заполнением полей. То есть, по сути, поженили реестр счетов ОМС с онкорегистром. Ну, я не знаю, это еще, ну, я называю это онкорегистром, но, по сути, там информация, пациент с подозрением или с установленным, он пришел для диагностики, что ему сделали, куда направили, какие препараты вводили, то есть, ну, по сути, ну, в общем, реакцию информационщиков я даже пересказывать не буду, они люди исполнительные, но только у них это заняло время. Вообще, это все, значит, там с мая был пилотный проект по стране в прошлом году, 9 или 11 регионов включили, Петербург тоже. Внедряли, внедряли, а остальным сказали, а вот с 1 сентября и все остальные тоже. Ну, 1 сентября страна, как обычно, сказала, ну, никто не готов, потому что, ну, пилотные проекты они тут работали, делали, информационщики что-то там пытались внедрить. А, опять же, тут же проблема в том, что это же, ну, не просто надо написать программу, ее же потом эти данные должны вводить в медицинские организации и правильно вводить. Ну, короче говоря, не взлетело в сентябре, как вы понимаете, поэтому срок перенесли на 1 января 2019 года и в течение всей осени еженедельно федеральный фонд проводил видеоселекторное совещание, то есть, ну, буквально каждую неделю. Все регионы на экране и, в общем, и собирали отчетность, и строго спрашивали, где, чего и как. Ну, в общем, с 1 января это начало работать. Понятно, сначала со сбоями, но дальше все больше и больше отлад, что вот оттуда страховые берут информацию. И что предусмотрено? Значит, вот есть такие в страховых компаниях специальные страховые представители третьего уровня называть самые такие вот высокопоставленные. У них функция какая? Вот они должны выбирать случай, вот анализировать базу данных, выбирать случай онкологических подозрений на онкологию или установленного дела, хоть впервые, хоть продолжающиеся лечения, то есть, отбирать случай пациента с онкологией и строить так называемую историю обращений пациента и выбирать все остальные случаи его обращения ретроспективно для того, чтобы при необходимости вот хронологически, то есть, все счета, вот он вы, вот у него впервые выявлены, допустим, в этом году, ну, я не знаю, условный ряд, там, поздняя диагностика колоректального рака, бац, и третья, или там, четвертая стадия у него впервые в образовании диагностировано. А смотрит ретроспективно, он в течение всего прошлого года ходил в поликлинику, лежал в стационаре там с чем-то, а не дай бог ему, колоноскопию, допустим, делали, ничего, ничего, потом бац, и сразу третья, четвертая стадия. И вот эти случаи тоже подлежат отбору, контролю, много чего там предусмотрено, не буду на этом зависать. В общем, если, ну, по сути, я это уже сказал, это просто выжимки из того, что касается онкологии, написанное в документе, и то о выполнении вот этих вот действий, ну, в общем, идет ежемесячная отчетность. Страховые компании сдают территориальный фонд, мы сдаем федеральный фонд, там периодически проводят анализ регулярно, и по их результатам выдают разные всякие информации и так далее. Ну, вот, еще отбор по срокам оказания помощи, значит, есть шесть, сейчас уже семь признаков, опять же, по базе данных должно автоматически считаться. Допустим, дата от появления признака по метке подозрения или направления к врачу по месту жительства до обращения к онкологу не больше пяти дней. Вот эти даты не совсем, не все и не во всем совпадают с территориальной программой госгарантии, не совсем, видимо, совпадают с вашими документами, где прописаны эти сроки. Но, как написано, это тоже, вот, страховые компании должны эти случаи отбирать и отправлять на экспертизу. Пациент где-то слишком долго бродил, он сам потерялся или его не направили, там что-то были проблемы с обследованием и так далее. Ну, все не буду зачитывать, но есть они, в общем. Значит, что потом? По результатам контроля страховые компании, как вы поймаете, административных рычагов не имеют, они, могут и обязаны, собственно говоря, в соответствии с договорами, наклады применять финансовые санкции в первую очередь. Если выявлены нарушения, они, то есть результаты экспертизы, они формулируют так, но направляют в медицинскую организацию. Медицинская организация, ну, там есть сроки определенные, медицинская организация может согласиться с этим, а может не согласиться, да, написать возражение. Они должны дальше потом согласовать, если они не могут согласовать, ну, согласованный подход вырабатывать, каждый стоит на своем, страховая и медиорганизация, они должны обратиться в территориальный фонд, опять же, с соблюдением сроков, писать претензию по определенной форме, предлагать свои документы. Ну, только аргументированно, не просто я не согласен, потому что у нас денег лишают, нам больно, жалко и обидно, да, то есть должно быть объяснено, почему вы считаете мнение страховой компании, ну, неверным, ошибочным. Фонд рассматривает, и его решение уже считается окончательным, либо дальше уже в судебном порядке идут разбирательства. Значит, страховая компания может, если выявлено нарушение, и должна применять финансовые санкции, но, опять же, не за то, что ей в голову сбрело, есть совершенно четкий признак перечень нарушений, которые подлежат финансовым санкциям, то есть уменьшением оплаты на размере от 10 до 100 процентов, то есть отказ, и в части нарушений еще и штрафные санкции, то есть штраф еще может применяться. Сам этот перечень содержится в том самом 36 приказе, изданном федеральным фондом, а вот размеры этих санкций, очень забавно, они там не написаны, то есть сколько за какое нарушение страховая компания должна удержать денег, не сказано. Причем исходно не было не сказано нигде, поэтому каждый регион делал по-своему, ну, в Петербурге начиналось все от 5 процентов, и так, ну, в зависимости от тяжести нарушения, а потом эти самые некоторые регионы начинали сразу с 50, то есть меньше половины уменьшать они не собирались, а потом это все, размеры появились в правилах ОМС, которые изданы приказом Минстрала. Так что, когда коллеги клинически ругают страховые компании о том, что ОМС их обижает, забирают деньги, да еще в таком размере, размеры прописал не федеральный фонд, а главное учреждение Министерства здравоохранения. Ну, дальше информирование о результатах действия по защите прав, это все результаты действий. Ну, вот что могу сказать на 8 месяцев, за сентябрь еще просто данные не совсем готовы, значит, было проведено по онкологическим случаям помощи больше 6 тысяч экспертиз качества медицинской помощи, я не считаю МЭКи и медико-экономические, 6 тысяч, что составило порядка 1 процента, больше процентов выполнения экспертиз в стационарах, самый маленький в поликлиниках, понятно, что там просто объемы больше, нормативы меньше, но в целом где-то 1 процент проверен, выявлено 734 случая с нарушениями. Ну, в общем, как бы и немного, а с другой стороны 12 процентов от проверенного, да, то есть в каждом почти шестом случае, да, седьмом встречаются те или иные нарушения, но нарушения разные, это может быть нарушение оформления информированного согласия, то есть не обязательно нарушение медицинской помощи, как таково, нарушение оформления каких-то бумаг и так далее, нарушение выставления счета, неправильный тариф выставлен и так далее. А вот, собственно, нарушение медицинской помощи, из них примерно половина из 730, ну, чуть меньше половины, 307. В большей степени это, ну, так называемое вот невыполнение, несвоевременное или неправильное выполнение каких-то необходимых элементов лечебного процесса, лечебной диагностики, то есть они сделали, или поздно, или не так сделали, но что, слава Богу, не повлияло на состояние здоровья пациентов. Это за это санкция 10% уменьшения оплаты, но вы понимаете, если стационарный случай помощи и общая сумма там измеряется, да, в сотнях тысяч, то, соответственно, 10% это будут уже десятки тысяч. За они сделаны какой-нибудь один банальный, но необходимый анализ. Ну, и, в общем, самые значимые вещи, то есть эти же нарушения, но которые привели к ухудшению состояния или создали риск возникновения каких-то новых осложнений, заболеваний, ну, их, слава Богу, было немного, но если посмотреть по деньгам, да, суммы вот удержанные, они маленькие, то есть это сотые, да, сотые даже тысячные доли процента от тех, что предъявлены к оплате, но, тем не менее, знаете, копеечки лишние тоже не бывают, масштаба города, да, денег выделяется гораздо больше, но почти 2,5 миллиона было удержано. Сразу вас уверяю, это не вся сумма тут же с жадными компаниями страховыми положена себе в карман и пущена на собственные какие-то нужды, она тоже там идет на разные цели, но, тем не менее, эти деньги потерялись, и обратите внимание, в общем, несмотря на небольшую, сейчас, минутку, небольшую долю вот этих вот случаев относительно небольшой денег снимается достаточно, потому что там большие размеры уменьшения, там 40 процентов, там штрафы еще выписываются и так далее. Но это вот кратко о текущем положении дел, я не регламент сильно нарушил, нет? Я сейчас буду закругляться, потому что предыдущие коллеги так его хорошо поддерживали. Текущее положение дела контроля всего чего не попадя с точки зрения медицинской помощи в системе ОМС, на самом деле, может быть, к сожалению, с другой стороны, потому что у многих регионов, когда централизовать не стали правила игры, то там вообще было непонятно, что творилось. Вроде контроль проводился, а что с этим делалось, не ясно. Но в Петербурге было до этого, еще до 10-го года разработаны подходы о том, как контролировать качество и получать полезную информацию. Для этого не такими большими экстенсивными методами, но тем не менее, значит, понимаете, в чем дело? Вот имеющаяся отчетность и статистика, она позволяет вот столько-то случаев там в таком-то проценте не было сделано что-то необходимое, или сделано было поздно, или неправильно. Вот с точки зрения улучшения дальнейшего качества медицинской помощи, это достаточно информации? Что они сделали-то? Непонятно. А есть методы, которые позволяют детализировать и учить эту информацию вплоть до конкретных нарушений. Я, как пример, покажу. Это давно очень проводилась тематическая экспертиза качества медицинской помощи, онкологическая. Просто давно не брались. Это в 2006 году в Санкт-Петербурге смотрели, в случае помощи пациентам с злокачественными образованиями, ну, абдоминальной локализацией, я уже сейчас деталей не помню, ну, и желудок, кишка, поджелудочная железа в основном. Вот эти вот, которым оказывалась помощь в неспециализированных стационарах, это стационарная помощь, и в специализированном. Там проводились экспертизы, привлекались, естественно, эксперты, онкологи, хирурги. То есть, ну, в основном-то вы понимаете, в неспециализированном это всякие осложнения и хирургические дальнейшие лечения. Ну, вот я сейчас, опять же, в детали долго выдаваться не буду, скажу вот так, чем выше, тем хуже цвет. То есть, в неспециализированном меньше половины случаев было без замечаний, то есть, надлежащего качества. Все сделано было для геортиз. В специализированном 62, да, то есть, в полтора раза больше. А случаи, где ошибки влияли или могли с высоковероятностью негативно повлиять на состояние пациента, здесь было сколько-то, 24%, а здесь всего 6. Причем там, где это были настолько значимые дефекты, что могли даже способствовать социально значимым негативным последствиям, ну, летальный исход или инвалидизация, здесь было 9, здесь 3. Абсолютно непредвзятое было исследование, то есть, никакие задачи глобальные, там, политические не решались. Ну, вернее, кто-то пытался потом их использовать для решения, но тем не менее. В неспециализированном, в среднем на случай есть такие показатели количественной риски, в среднем допускалось 2 ошибки, а в специализированном 0,65, да, то есть, убедительно было показано, что все-таки, ну, пироги должен печь, пирожник, сапоги, сапожник и так далее. Ну, понятно, что все эти острые случаи, ну, нельзя переключить нам. Да, конечно, специализированным преобладала больше плановая помощь, здесь больше экстренная помощь, но все равно перекресты были. Полностью изменить логистику вряд ли возможно, но выводы какие-то делались. И дело в том, выводы, почему можно было сделать, попытаться повлиять. Вот здесь не просто, а вот, сука, это было нарушений, сука, это таких, сука, это сяких. Конкретно считались типичные проблемы. Типичные проблемы тогда были, это, ну, всякие недостатки там или не делали, либо описания не было, либо методологию нарушали гистологических исследований, да, верификации онкологии, отсутствовал расчет площади поверхности тела почти у третьих пациентов тогда, не указывалась стадийность по ТНМ, что-то было еще, но я просто для примера это привел, все детали уже рассказывать не буду, но вот при грамотном подходе, при таком вот, к сожалению, ну, это требует дополнительных сил, усилий, массовом режиме, вот при том объеме обязательных вещей, проверок, которые должны делать страховые компании, делать нельзя, ну, а по отдельным моментам мы идем. У нас сейчас запланировано проведение экспертиз колоноскопии, качество колоноскопических исследований, ну, в том числе с приложением в диагностике злокачественного колоректального рака, проще говоря. Ну, посмотрим, что будет получаться. Коллеги, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok